Этот прожектор устанавливается на самую верхнюю точку корабля и предназначен для прохождения Суэцкого канала. Ни один другой световой прибор не должен использоваться для прохождения этой водной артерии. Такие фонари делают на заводе в Гусеве. Длина его луча составляет 12 километров. Морские навигационные светосигнальные прожекторы, инфракрасные осветители для бронетехники, взрывобезопасные светильники, световое оборудование для аэродромов, соединительные ящики, выключатели и другие электромонтажные изделия. Все это теперь производят в Гусеве. Без той продукции, которую мы выпускаем, не будет ни одного корабля, не будет ни одной ракеты «Тополь», не будет ни одной единицы бронетехники. Если вы возьмете те корабли, которые сейчас заложены на Интаре, они в полтора раза больше предыдущих Ивана Грена, последний из которых вышел, на палубе мы ставим пять прожекторов. Думаю, что мы выйдем где-то на пять тысяч светильников, и электромонтажного оборудования будет там сотни единиц. Для производства светильников завод закупает лишь лампы, стекло и провода. Все остальное – крепежные детали из металла и пластика, резиновая изоляция, пластиковые фиксаторы, переходники и, конечно, литые корпуса прожекторов собственного производства. Для этого используется особо прочный алюминиевый сплав с добавлением кремния. Наши изделия используются в очень тяжелых условиях, на морских судах, на бронетехнике, которая иногда залазит в воду. И, соответственно, наши изделия должны обеспечивать герметичность этого прибора. Несмотря на какие шторма, наши приборы будут работать в любом случае. В собственной лаборатории проверяют каждую лампу и каждый изготовленный прожектор. Эти световые приборы должны быть не только герметичными, огнеупорными, но и выдерживать шестикратные перегрузки, которые возникают, когда на кораблях стреляют пушки главного калибра. В данный момент мы измеряем световой поток, освещенность, которую он дает, и замеряем углы, которые может дать этот прожектор. Кредит на 17 миллионов под 1% по региональной программе по поддержке инвестиционных проектов «Восток» позволит заводу быстро модернизировать производство и серьезно нарастить объемы. Завод поставляет свою продукцию на все кораблестроительные верфи России. На одном только прибалтийском судостроительном заводе «Интарь» сейчас заложено 6 больших военных кораблей. Все они будут полностью оснащены прожекторами и другим электрооборудованием с Гусевского завода. Жанна Меллер, Наталья Красакова, Калининградская область, ОТР.